Прекрасная Елена и другие Прекрасная Елена и другие Фото Татьяна Ковалева, Александр Панов, Виктор Притулов Все статьи автора Из номера 047 за 5 июля 2019 года Опубликовано 21.6 июля 2019 года Версия для печати отправить по почте Литературный обзор К людям, оставившим след в истории Отношения, понятно, уважительное, но богато на оттенки От восторга до настороженности и понебратства Все эти краски используются в представленных книгах Великолепная певица на выпускном в консерватории Ей единственный за 40 лет поставили 5 с плюсом Писатель, прошедший путь от анархиста к антикоммунисту Нобелевский лауреат, как никто точно и ярко отразивший Томление чувств на темных аллеях Незарядность это всегда интересно Рена Шейка Елена Образцова Записки в пути Диалоги блистательной певицы 7 июля исполнилось бы 80 Волевая, невероятно целеустремленная, она в детстве пережила блокады и рано обрела мудрость Говорила, что ежедневно Господь дает нам задания и смотрит, как мы реагируем Просить ни о чем не надо Он не бюро добрых услуг Елена и не просила Пела, триумфально покоряя самые взыскательные залы мира своими рычащими ракочущими нижними и возносящимися на небеса верхними нотами Как сказал советский министр Андрей Громыко, Елена Образцова сделала для советской дипломатии больше, чем целый мид Вечные переезды, отели, чемоданы и работа, работа, работа Признавалась, я раб своего искусства и служу ему верой и правдой с полнейшей самоотдачей Марина Мнишек, Кармен, Любаша, Амнерис, Марфа в Хованщине в каждой роли она была уникальна Верила, что человек живет, пока любит Скупой на похвалу Карая назвал ее голос прекрасным и диким С юности вела дневник Листки из него с размышлениями о театре, музыке, наблюдениями за природой публикуются в книге, построенной на диалогах с ее героинями Пока это единственная биография Елены Прекрасной Юрий Фельштинский, Георгий Чернявский, Аруэл Второе подряд явление в текущем году Аруэл российскому читателю чуть раньше издательства АСТ выпустило большой труд известного исследователя его творчества Вячеслава Недашевина И вот же Зел Так случилось, что мировая известность пришла к англичанину Эрику Блэру, настоящее имя Аруэлла, благодаря роману 1984 и притче «Скотный двор» Эти вещи совпали во времени со знаменитой фултонской речью Черчилля и отразили эволюцию, случившуюся с взглядами писателя Левак, склонный к анархии, Аруэлл стал непримиримым антикоммунистом после гражданской войны в Испании А знаменитую антиутопию 1984, провозглашенную манифестом холодной войны, создал уже на закате жизни Есть авторы, с куда большим талантом обличавшие тоталитарные режимы, тут же замятин с его мы, Ефремов с часом быка или братья Стругацкие с трудно быть богом Но интерес к табуированному в СССР Аруэлу не угас и поныне Точнее, возрождается вновь, ибо снова Аруэл актуален Ведь всевидящее око большого брата по-прежнему смотрит за тобой Алексей Слаповский «Туманные аллеи» Сценарист сериала «Участок» замахнулся на подражание самому, знаете ли, Ивану Алексеевичу Бунину с его томительно-куртуазными темными аллеями Эксперимент в духе постмодернизма Фауза, но с русской отчетливостью Каждый уверен, что события его жизни особенные и уникальны А я знаю, все повторяются, нет практически ничего, что в том или ином виде не пережили бы другие Говорит один из авторов героев, выслушивая исповеди своих персонажей в аэропорту, на конференции, в холле больницы Каждому рассказу приводят с эпиграфом цитаты из бунинских текстов Не прочитав первоисточник, Таню, например, вряд ли поймешь смысл Слаповской Юли Тут все про любовь наизнанку Если у Бунина смерть, у Слаповского любовь до гроба И наоборот Для самых терпеливых, кто сумеет добраться до финала, постскриптум случайный разговор с читателем Если у Бунина секс дело темное, у вас туманное Да, секса у Слаповского хватает И Мата тоже Нет лишь великолепного бунинского языка, к которому нестерпимо хочется побыстрее возвратиться Хотя бы за это туманное аллее можно поблагодарить А больше, похоже, ни за что Субтитры создавал DimaTorzok